Привет, мои хорошие! С вами Селена Свеи. Сегодня будет у нас долгожданное окрашивание волос. Я знаю, что вы любите, когда я крашу волосы. Я вечно экспериментирую с цветами, но сейчас я экспериментирую с разными блондами. То есть чуть-чуть пепельный, чуть-чуть розовинкой, чуть-чуть там еще какой-то. И сегодня я в очередной раз взяла другой оттенок. Мне понравился на раскладке. Будем красить мы эстелю. Так что, кому интересна эта красочка, оставайтесь со мной. Я посмотрела на раскладке, он прям фиолетовый. Знаете, это десятка, уровень десятый, да? Но он прям фиолетовый. В общем, вообще я хочу себе белые волосы. Прям вообще вот еще белее, чем вот сейчас у меня. Но мне сказали, что нужно подобрать правильный оттенок. И тогда, когда он подсмоется, он будет выглядеть именно таким белым. И сказали, что именно этот цвет, а этот цвет Estelle 1066, он именно сделает это. Единственное, что корни все равно будут чуть-чуть темнее. Ну, в принципе, это не страшно, если они чуть-чуть темнее, да? Ничего страшного. Мне главное не вытравляться, потому что я берегу свои волосы. Хотя, по моим экспериментам, не скажешь так, что я их берегу. В общем, ну я их берегу. В общем, я хотела покрасить свои корни на 9%. Мне сказали, что 9% лучше не брать, потому что будет желтое пятно. И что, в принципе, самый оптимальный вариант, это покрасить на шестерки мои корни и притонироваться на полторашечки по всей длине. Что я и сделала, я взяла... Что это у нас? Кто это? Что это? Ээээ, ничего не написано. Полторашечка по длине и на корне 6%. В общем, будем красить Estelle 1066. Ну, а если вам интересно посмотреть, что получится, потому что на раскладке он вообще прям фиолетовый. Я не знаю, что получится. Но если даже будет фиолетовый, ничего страшного, потому что я хочу немножко быть фиолетовым. В любом случае он смоется, будет красивый цвет. А может и нет. В общем, посмотрим вместе. Итак, поехали. Кстати, я уже кому-то рекомендовала, кому-то, всем рекомендовала в одном из видео, что, чтобы не воняла красочка, ее прям нанесли и перемешиваете на улице буквально 10 секунд. И вы сможете комфортно дома красить волосы без запаха, потому что аммиак выветрится. Ну все, наша красочка готова. Мы ее наносим на корни. Напоминаю, мы сделали на 6%. 1066 красочка Estelle. Я надеваю перчаточки и наношу я всегда руками все, потому что мне удобнее так чувствовать. И намного быстрее, так как у меня маленький ребенок. Он не терпит. Поэтому надо все делать быстро. Кисточкой мне неудобно. Поехали. В зеркало. Опять забыла зеркало. Ну что, Денька, поехали. Потерпишь? Я сейчас буду реальная зайчка. Со скоростью света красить волосы. Упала. Ты видел, зайц? Куда она упала? Музыка. Продолжение следует... Итак, я покрасила сейчас свои корни, оставшуюся красочку целую я разведу сейчас на полтора и протонирую, в общем, промульсирую буквально через 15 минут все по оставшейся длине. Продолжение следует... Продолжение следует... Так что ждем теперь. Да, котенок? Мы пойдем в мультики смотреть. Ждем. Что ж такое? Тысячу раз уже упал мой фотоаппарат. Моя камера уже второй раз падает, просто сейчас она так конкретно упала. Данька облокотилась, она все, она прям полетела, но слава богу, с ней вроде все нормально. В общем, время! Я пошла смывать. Ну что, мои хорошие, помыли голову, совершенно не представляю, что там будет. Я так же, как и вы, в сюрпризе. И хочу сразу поделиться небольшим своим уходом, что сейчас у меня было. Я помыла голову шампунем Эйвана, это мне подарила одна из моих подружек. Мне понравилось, он очень хорошо пенится, и у него приятный аромат. Ничего больше такого, в принципе, в шампуне, а что там еще может быть. Самое основное берет на себя эта маска. Я сейчас использую маску Лондо Профессионал. Она очень классная, на самом деле. Я ее держу не столько, сколько нужно, потому что у меня просто нет времени 15-20 минут держать. Поэтому 3-5 минут, и все. И при этом все равно она делает мой волос шелковым. И если я пользую такую маску, то, в принципе, никакого особого ухода не делаю. Мой постоянный уход. Раньше я взбрызгивала чем-то волосы для легкого расчесывания, но сейчас не взбрызгиваю, потому что мне не нравятся все брызгалки, которые у меня. Я все-таки хочу купить даб. Ну и обязательно кончики маслом. Вот у меня заканчивается уже прекрасное масло в гарнии Фрутис. Оно наносится именно на влажные кончики и не смывается. Именно для сеченных концов. И вот сейчас я возьму свой волос. Возьму свои волосы. Здесь красивый оттенок. Вот корни, они же всегда... Ну, в принципе, да, вот сейчас желтовато кажется, но оно сейчас подсушится и будет, по-моему, по-моему, будет классно. В общем, беру вот волосы свои, да, немножко их расчесываю. Аккуратненько. Даже вот кончики я немножко расчешу сейчас, как я делаю, да, потому что я не люблю мокрые волосы вообще расчесывать. Раньше вообще никогда мокрые волосы не расчесывала. Потом купила всякие брызгалки, и они начали расчесываться. Все, оказывается, брызгалки тоже должны быть хорошие. На свои длинные волосы я, честно говоря, делаю ровно один пшик. И это достаточно. Вот так прям от серединки беру и протягиваю. Потом в каждую сторону, вот так. Я не думаю, что так волосы сильно травмируются, потому что полотенцем вот так я, например, не делаю, потому что знаю, что травмируются. Мне рассказывал один мой знакомый парикмахер. А здесь на мокрые я аккуратненько своими. Слушайте, красивый цвет, мне нравится. Вот еще бы корни такие были. Сейчас, я думаю, оно сравняется все. Все. И теперь я могу расчесывать дальше волосы. Они уже будут более хорошо расчесываться. Аккуратненько, чтобы ничего не рвалось. Расчесываю с кончиков. И до конца. Расчесала полностью волосы. Честно говоря, просто я вижу сейчас наикрутейший цвет. Он прям такой приятный. Какой-то сильвер такой, знаете, прям холодный-холодный цвет. Хочу скорее посушить волосы и посмотреть, что же будет. Ну что, мои хорошие, вот мы и закончили наше преображение. Посмотрите, какой действительно красивый оттенок. Да? Посмотрите, как он струится, серебрится. Посмотрите на мои волосы. То есть они прекрасные, шелковистые, здоровые. Следуйте моим советам. И я надеюсь, у вас такие же будут. Конечно, многое зависит от структуры волос. Я со своими волосами очень много экспериментировала. И в свое время тоже их пожгла. Подстригаю кончики иногда сама себе. Тоже есть видео на канале. Как видите, немножечко теплый, конечно, оттенок идет у меня на корнях. Я не знаю, что сделать. Мне сказала девушка, с которой мы подбирали краски. Она сказала, что только нужно порошком осветлять. Иначе краска не сделает так. Если вы знаете, чтобы краска могла все-таки сделать здесь мне холодный оттенок на корнях, без осветления. Просто дело в том, что, знаете, я бы красила. Я бы осветляла немножко свои корни и красила. Но для меня это слишком будет долгий и трудоемкий процесс. Сначала осветлить, потом затонировать. Мне проще пользоваться одной краской. Ты накрасила и получила результат. Единожды, а не дважды. В общем, это уже тяжелее. В общем, если знают кто-то красочки, которые могут сделать мне холодный оттенок на корнях, пишите мне в комментариях. И что еще могу сказать? Оттенок прекрасный, девчонки. У кого волосы полностью обесцвечены, попробуйте вот этот красивый оттенок. Я думаю, он понравится. В принципе, сейчас он выглядит такой холодненький, а здесь тепленький. Буквально одна-две смывки, и оно сравняется вообще все идеально. Оно и так, как бы, вот я вижу, что оно прекрасно смотрится. Но еще больше сравняется, и будет прекрасно. Вот. По поводу ухода, как вы видите, мои волосы здоровые и красивые. Пользуйтесь моими советами. И я надеюсь, что у вас тоже будут такие. Все. Если вам понравился цвет, если вам понравилось окрашивание, если вы тоже любите волосы окрашивать дома, если вам нравятся мои советы и видео по окрашиванию волос, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, кто в первый раз. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok